Повысить прожиточный минимум на детей планируют с 1 января. Многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, смогут рассчитывать на 8 977 рублей в месяц. Проект решения уже одобрили на Комитете по соцполитике. Еще одна мера поддержки населения — расширение круга получателей компенсации на капремонт. Список льготников пополнит граждане, достигшие 70 лет, проживающие в семье, где есть неработающие инвалиды первой и второй группы. Необходимые на это средства уже заложены в проект областного бюджета на следующий год. На социальную сферу во всех направлениях расходы повышены. Всего на социальную сферу, насколько я помню, примерно 68% расходов бюджета. Это довольно неплохо. И, соответственно, и на здравоохранение на несколько процентов повышается. Довольно позитивный бюджет. Пока для первого чтения мы смотрим на него одобрительно. По плану область примет участие в 12 национальных проектах. Они касаются и строительства новых спортивных комплексов, поддержки педагогов и привлечения медицинских кадров. Особое внимание будет уделено повышению зарплат бюджетникам в рамках указов президента. В полном объеме в областном бюджете средства предусмотрены. И по областным учреждениям социальной сферы, а также средства предусмотрены и в объеме субвенций местным бюджетам, и субсидий местным бюджетам. Это по учреждениям культуры и по учреждениям, которые для педагогических работников вне школьных учреждений, школ искусств, также в полном объеме. Директор областного фонда УМС Ольга Ефимова рассказала депутатам о расходах на обязательное медицинское страхование граждан. В следующем году в фонде запланированы дополнительные средства на помощь онкобольным. Депутаты считают, что в этом направлении у 33-го региона еще много работы. У нас для детских онкобольных, для детей своего отделения нет, насколько я знаю. Им приходится во взрослом отделении страдать вместе со всеми. Это, на мой взгляд, неправильно. Если мы сможем использовать те бюджетные средства, которые нам федеральный центр готов предоставить в случае, если мы выполняем те требования по участию в проекте, то я думаю, что это будет очень позитивно. Переоснащение областного онкодиспансера в рамках нового национального проекта здоровья начнется уже в следующем году. Какие еще медицинские учреждения войдут в эту программу в Департаменте финансов, обещали подробно рассказать чуть позже. Оксана Любимова, Артем Горчаков, 6 канал. Продолжение следует...